Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Миронова Екатерина Сергеевна. Я кандидат биологических наук. Являюсь руководителем лаборатории молекулярной нейроиммуноэндокринологии отдела трансляционной биомедицины Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, а также старший научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения отдела биогеронтологии Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Сегодня я расскажу вам такую тему, как иммуномодулирующие свойства пептидов в условиях инвитро. Всем известно, что с увеличением возраста эффективность функционирования иммунной системы, которая заключается в поддержании постоянства антигенного состава организма, уменьшается. Антигены – это такие вещества, которые при внедрении в организм способны стимулировать иммунный ответ, то есть клеточную реакцию, образование антител, аллергию или толерантность. Они специфически реагируют с образовавшимися антителами. Процесс распространения собственных и чижеродных антигенов становится менее точным. Интенсивность иммунных реакций снижается. Это приводит к появлению иммунопатологических синдромов, такие как иммунный дефицит, аутоиммунность, повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов. Иммунный дефицит проявляется в снижении клеточного и гуморального иммунного ответа. Иммуномодуляторы – это такие различные биологически активные вещества, то есть субстанции, которые приводят патологически измененный иммунный ответ в физиологическую норму. Если в организме наблюдается угнетение какого-либо звена иммунной системы, иммуномодулирующее средство должно усилить, активировать его до уровня физиологической нормы. В случае патологического повышения показателя иммунного статуса, иммуномодулирующее средство должно избирательно понижать, то есть подавлять это звено иммунной системы до уровня физиологической нормы. Таким примером являются аутоиммунные заболевания. В связи с этим поиск новых, эффективных и безопасных средств, направленных на восстановление функций иммунной системы, особенно актуален. Изучение молекулярных механизмов регуляции иммунной системы с помощью пептидных биорегуляторов открывает новые перспективы для разработки иммуномодулирующих лекарственных препаратов, которые обладают высокой эффективностью и отсутствием побочных эффектов. Они направлены на нормализацию функций иммунной системы. Так, из полипептидного комплекса Владоникс, который был выделен из вилочковой железы, то есть тимуса молодых животных, был синтезирован 3-пептид-кристоген, представляющий собой аминокислотную последовательность, гутаминовая кислота, аспарагиновая, пролин. Кроме того, на основе анализа аминокислотного состава Владоникса были сконструированы, а затем синтезированы, дипептиды, тимоген и вилон, также гутаминовая кислота, трептофан и лизингутаминовая кислота. Обнаружено, что данные короткие пептиды обладают широким спектром действия в разных экспериментальных моделях. На данном слайде представлено влияние пептидов тимуса на такие клетки, как моноциты. Обнаружено, что Владоникс и дипептиды KEEW стимулировали повышение концентрации экзосонных пузырьков в клетках моноцитарного фенотипа, что свидетельствовало о повышении метагенной активности клеток под действием препаратов тимуса и способности таких пептидов увеличивать межклеточную коммуникацию, секрецию белков и иммунный ответ. На данном графике представлен цитофлориметрический анализ количества визикул в клетках THP1 моноцитарного фенотипа. Кроме того, применение Владоникс и пептидов KEEW также способствовало стимуляции синтезы активированных киназ PhosphoERC и PhosphoGNK в дифференцированных клетках THP1 макрофагального фенотипа. На данном графике представлены результаты Western Blot анализа синтеза белка PhosphoERC в дифференцированных клетках THP1 макрофагального фенотипа. Это свидетельствует о повышении способности дифференцированных клеток под действием Владоникса и входящих в его состав дипептидов нейтрализовать негативные эффекты окисления и повреждения, вызванного свободными радикалами. Данный молекулярный механизм, иммуномодулирующий эффективность препаратов Тимуса, представляет собой элемент детоксикации организма и защиты его от механизмов клеточной дегенерации. Также вы видите график, на котором представлены результаты Western Blot анализа синтеза белка Phospho-GNK-киназы в дифференцированных клетках THP1 макрофагального фенотипа. В свою очередь также представлено влияние дипептида КАЕ на дифференцировку иммунных клеток эпифисов. Обнаружено, что дипептид является индуктором дифференцировки таких клеток. Они могут играть важную компенсаторную роль при возрастной атрофии центрального органа иммунной системы Тимуса. В свою очередь, дипептид КАЕ способствовал стимуляции дифференцировки предшественников лимфоцитов в Т-хелперы, цитотоксические Т-лимфоциты и Б-клетки. Это показательно на данном графике. Вы видите, что представленные значения площади экспрессии таких маркеров, как CD20, CD4 и CD8 под действием дипептида КАЕ повышались по сравнению с контрольной группой. В отношении тканей Тимуса и селезенки старых крыс, крестоген оказывал тканеспецифическое действие, которое проявляется в стимуляции роста эксплантов данных тканей. Слева на графике вы видите влияние пептида крестогена на развитие эксплантов Тимуса старых крыс, а справа представлено влияние крестогена на развитие эксплантов селезенки. Также установлено, что крестоген существенно усиливал пролиферативную активность эпителиальных клеток Тимуса при старении клеточных культур. Причем наиболее выраженный эффект был в клетках 7-го пассажа. Полученные данные свидетельствуют об иммуногеропротекторном действии крестогена. Таким образом, представленные исследования позволили выявить молекулярные механизмы иммуномодулирующего действия препарата Тимуса Владоникс и его активных компонентов 3-пептида крестоген и дипептидов EWKE. Иммуномодулирующие эффекты Владоникса обусловлены эффектами входящих в его состав коротких пептидов. Пептиды Тимуса повышают уровень неклеточных визикул в моноцитах, что свидетельствует о снижении апоптоза клеток, стимулировании их пролиферации и деления, а также активируют цитоплазматические киназы фосфо-РК и фосфо-ГНК в макрофагах, что способствует повышению антиоксидантной активности клеток и противодействию повреждающему действию свободных радикалов. Продолжение следует...